Привет, мои хорошие! Наверное, многие видели мое видео, которое называется «Настройка фотоаппарата за 15 минут». Сегодня я постараюсь сделать невозможное и уложить весь свой опыт в 10 минут. Для начала вам нужно определиться, что вы хотите от фото- и видеосъемки. Если вы хотите стандартные рядовые фотографии и видео для ваших соцсетей, то вам будет достаточно смартфонов, например, последнего айфона, который классно снимает и видео. Но если вы хотите делать художественные фотографии, то вам необходимо купить полноценную фото- и видеотехнику и кучу объективов. А для того, чтобы делать классные фотографии и снимать видео, вам понадобится камера, флешка. Все! В принципе, вы теперь можете идти снимать фото и видео практически на профессиональном уровне. Наверное, стоит сказать, что это видео предназначено для новичков, поэтому если ты супер профессионал, можешь выключить это видео. Итак, для того, чтобы фотографировать и снимать видео, вам нужно знать следующие параметры. Это диафрагменное число, выдержка и светочувствительность. Это три основные параметры, которые влияют на экспозицию. Экспозиция это насколько темная или светлая ваша фотография. Итак, давайте включим камеру и посмотрим, что же у нас на экранчике. Сейчас камера находится в режиме M, мануальный режим. Вот, посмотрите, M. Что мы видим на экранчике? На экранчике мы видим всякие непонятные циферки, но для нас самые важные это вот эти цифры. 1.200, F2.8 и ISO 1600. Это три основных параметра, которые вам понадобятся для настройки экспозиции. Начнем с диафрагменного числа. Диафрагменное число в нашем случае равно 2.8. Чем больше значение диафрагменного числа, тем темнее будет картинка. Вот вы сами видите, что у нас киска темнеет. Чем меньше диафрагменное число, тем светлее картинка. Также диафрагменное число влияет на глубину резкости. Об этом я расскажу в следующих своих видосах, поэтому обязательно подписывайся на канал прямо сейчас. Следующий параметр, который влияет на экспозицию нашего кадра, называется выдержка. В нашем случае он равен 1.200. Если мы будем делать выдержку короче, то есть уменьшать, у нас сейчас 1.200 секунды. Если будет 1.250, 320, 1.400 секунды, картинка у нас будет темнеть, как вы видите. То есть выдержка уменьшается. Если мы выдержку увеличиваем, то изображение у нас становится ярче. Но нужно понимать, что такое правильная экспозиция. Соответственно, мы ставим выдержку такой, чтобы наша экспозиция была равна нулю. Также хочу отметить, что чем короче выдержка будет, тем резче будет изображение. Потому что при выдержке 1.100, 1.80, 1.60 очень тяжело снимать с рук. Изображение может размазаться. Учитывайте и этот фактор тоже. Следующий параметр, который нужно рассмотреть, это светочувствительность или ISO. В нашем случае оно равно 1600. Если мы будем увеличивать значение ISO, то соответственно картинка будет светлее, более экспонированной. Если мы будем понижать значение ISO, то изображение будет становиться темнее. В случае со светочувствительностью мы должны найти такое значение, которое сделает нашу экспозицию равной нулю. В данном случае вы видите, что у нас экспозиция равна минус 0,7. И при значении ISO 1600 у нас экспозиция будет равна нулю. Соответственно, у нас изображение не будет пересвеченным и не будет перетемненным. То есть вы сможете его классно, грамотно обработать и получить шикарный кадр на выходе после обработки. Еще один момент по поводу светочувствительности. Чем выше значение светочувствительности, тем больше шумов в изображении. Чем меньше светочувствительность, тем меньше шумов в изображении. То есть более качественно можно будет обработать фотографию с наименьшим значением светочувствительности. Следующий параметр, который нам необходим для съемки, это баланс белого. Он измеряется температурой в Кельвинах. В данном случае у нас сейчас стоит автоматический баланс белого. Я всегда рекомендую во время фотосъемки ставить автоматический баланс белого, потому что камеры умные, им виднее. Если вы снимаете видео, то вам необходимо поставить баланс белого вручную. В данном случае, например, у нас сейчас белый свет и мы можем повысить баланс белого до 5600-6000, например. Также мы можем изменить тон. Например, мы можем поставить более синий, более розовый, более желтый и так далее цвет. Это называется баланс белого. Его необходимо настраивать во время видеосъемки. Во время фотосъемки ставим автоматический режим. Запомнили. Еще один момент, который важен для создания качественных кадров, это фокус. Фокус может быть автоматическим и ручным. В автоматическом режиме камера сама выбирает, на чем акцентировать ей внимание. Вот вы сейчас видите зелененькие квадратики и камера сама понимает, что ей нужно сфотографировать. Также существует ручной режим фокусировки. В этом случае вы руками крутите фокус. Например, вот мы сейчас перешли в ручной режим. Красным у нас подсвечивается, на чем сейчас у нас находится фокус. Мы можем его изменить. Вот смотрите, то есть вот мы его крутим и у нас фокус меняется. Видите, оп, красненькое все. У нас кошечка в фокусе сейчас. Давайте рассмотрим три ситуации, в которых вы чаще всего будете фотографировать или снимать видео. Первая ситуация это фотосъемка в дневное время статичного объекта. Скажем, кто-то из друзей вам позирует, а вы его просто фотографируете. Для этого нужно выставить следующие параметры. Диафрагменное число и светочувствительность будут на минимальных значениях. Скажем, 100 светочувствительность и диафрагма, например, 2,8 в нашем случае. Будем крутить выдержку. Выдержка будет от 1,04 секунды до 1,002 секунды. В таком случае получится сделать кадр не пересвеченным, не переэкспонированным. То есть его можно будет хорошо обработать. Вторая ситуация это фотосъемка движущегося объекта в дневное время. Так как освещение хорошее, то соответственно и выдержку можно будет поставить короче. И настройки будут примерно теми же самыми. Следующая ситуация. Мы фотографируем статичный объект в плохом освещении. При этом диафрагменное число у нас будет в минимальном значении. То есть диафрагма будет открыта полностью. И мы работаем со светочувствительностью и выдержкой. Светочувствительность мы должны поставить такой, чтобы у нас изображение сильно не шумело. То есть чтобы не было вот этих вкраплений красного, синего, зеленого. Ставим предположим 1600, потому что здесь полная матрица. С выдержкой мы работаем следующим образом. Мы можем поставить одну 250, потому что объект у нас статичен. И соответственно мы можем его сфотографировать и он не размажется у нас. Если объект движется в плохом освещении, нам нужно будет использовать какое-то дополнительное световое оборудование. Конечно же это вспышка. И даже при выдержке от на 20, например, можно будет очень качественно сфотографировать объект и он не будет размазанным. Потому что вспышка заморозит этот объект. Следующая ситуация. Видеосъемка. Видеосъемка в любых условиях. Чаще всего у нас снимают в 25 кадров в Full HD. Выдержка должна быть кратной к количеству кадров. Скажем 1,5 это какие-то статичные и медленно ходящие объекты. Если мы снимаем видео, например, танцы или еще что-то быстрое, машины, то ставим одну сотую, одну двух сотую выдержки. Кроме того, светочувствительность мы настраиваем так, чтобы у нас экспозиция была равна нулю, а диафрагму скорее всего откроем полностью. Именно с такими параметрами нужно будет снимать видео. Конечно же, в каждой ситуации будут свои нюансы и где-то вам понадобится дополнительный свет. Но об этом я расскажу более подробно в своих следующих видео. Также в следующих видео более подробно разберем каждую ситуацию в отдельности, рассмотрим еще раз настройки, изучим, что такое естественный и искусственный свет, для того чтобы вы могли создавать свои собственные шедевры. И чтобы не пропустить видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментарии, по возможности буду отвечать. Всех обнял, увидимся!